Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш второй прогноз на июль 2023 года. Будем с вами приоткрывать завесу тайны, что вас ожидает в течение этого периода. Поэтому настраивайтесь на информацию. Если необходимо, конспектируйте себе сжато то, что для вас необходимо, чтобы информация для вас была во благо. Общей энергии месяца. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карты. Прям карта отлетела. Надеюсь, арканы вам видны. Сейчас поправлю. И мы с вами приступаем. Общей энергии месяца. Ох, шикарная карта. Почему? Потому что здесь у вас падает паж воды или паж чаш или иными словами инициация. Потому что здесь это в первую очередь пробудить эмоции, пробудить ваш внутренний мир. И здесь вы соответственно тоже можете инициировать ряд процессов, которые для вас будут наиболее значимы. То есть может быть какие-то начинания, какие-то творческие вещи. Опять же инициировать посыл ваших детей, ваших внуков. То есть вовлекаться во что-то. То есть новые секции, новое обучение, новые знания. То есть пробудить тягу к чему-то новому, неизведанному, но которая дарит и радость и вас наполняет. Посмотрим какой ниши для вас это будет наиболее характерно. Так, ох, у вас здесь десятка огня. Но здесь это в первую очередь, знаете, то что нас не убивает, делает нас сильнее. Потому что десятка огня, она же десятка жезлов, показывает здесь по ситуации преодоление трудностей, каких-то тягот. Но на оптимизме, с легкостью, с улыбкой, не опуская рук, не поддаваясь каким-то негативным эмоциям, вибрациям. То есть видя в этом, что вот да, может быть сейчас тяжело, но будет окончание этого процесса, этого цикла, я все смогу, все получится. Ну и как следствие, я буду доволен или довольна результатом. Поэтому да, действительно действуйте, все здесь будет хорошо. Если мы будем с вами смотреть вопросы работы, реализации, заработка, у вас здесь ложится четверка земли, ну или она же четверка Пентакли. Здесь по сути как бы ухватиться за стабильность, за то, что вы имеете, то, чем вы владеете. И для многих это может быть, а ситуация остаться неизменной. То есть месяц, который показывает, что вот что имели, с чем в этот месяц вошли, с тем как бы на протяжении этого месяца и будете. Но так ли это, мы сейчас с вами это проанализируем. Будем смотреть ситуацию для тех, кто сейчас не может работать в полную. Ну то есть пенсионеры, домохозяйки, назову так, люди, которые сейчас не работают. То, что мы с вами здесь видим. У нас, как видите, здесь ложится восьмерка огня. Это попытки зарабатывать дистанционно. Может быть небольшой здесь заработок, и у нас. Но, тем не менее, как показывают арканы, это в первую очередь есть доход. Опять же, это может быть вопрос денежных переводов, как плановые выплаты, которые вы получаете там от государства, или может быть там дети старшие вам деньги пересылают, или может быть там процент от вклада, которые у вас есть. У каждого своя ситуация. Но ощущаете вы себя здесь комфортно и стабильно. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас соискатель. Четверка, Пентакли и Императрица. Арканы, которые здесь говорят по ситуации, что вот у вас здесь есть возможность процветания и наконец-то эту стабильность обрести. Потому что по связке этих арканов это как раз плодородие. Это устроиться на работу. Это получить тот максимум, которому вы стремитесь. Поэтому здесь вы будете довольны и своими усилиями и тем, что для вас завершается этот сложный период. Вы получаете финансовую базу, поддержку. То есть для вас это в первую очередь закрытие финансовых вопросов. Посмотрим ситуацию для наемных работников. Что у вас здесь? Ох, у нас здесь падает учитель, учитель воды. Ну или у нас, скажем так, если переводить на классику, чтобы вам было понятно, о чем мы читаем с вами, то это будет у нас королева чаш. Здесь это в первую очередь приобрести зону комфорта. Потому что у вас четверка земли и учитель воды. Это когда-либо люди разъехались по отпускам. Ну те, которые вас раздражали, нервировали. И вы ощущаете себя комфортно. Душа поет на работу, как на праздник. Все делается легко, комфортно, без спешки, без какого-то надрыва. И вас настолько это воодушевляет и радует. И вы действительно чувствуете, что вот да, работать так, в таких условиях, в такой обстановке, вам только за счастье, в радость. Поэтому здесь будете ощущать себя как рыба в воде. И тут нет каких-то серьезных или знаковых перемен в плане повышения по карьерной лестнице или увеличения клада. Нет. Но вы все равно будете довольны той ситуацией, которая у вас будет на этом этапе. Сейчас посмотрим, о чем здесь будет говорить ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес. А вот у вас, смотрите, здесь или смерть, или перерождение. Будем уточнять, что здесь. Либо вы будете пытаться переродить, трансформировать свой бизнес, сделать реструктуризацию для того, чтобы его удержать, стабилизировать. Либо для кого-то может быть даже быть процедура банкротства с целью сохранить то, что вы имеете. И что мы здесь видим? У нас здесь ложится пятерка воды, она же пятерка чаш. Многие могут понимать или осознавать, что не тем путем или не той дорогой идете. И нужно, допустим, вкладываться в новое дело. То есть текущее дело закрыть, продать этот бизнес, приостановить. И для себя, для того, чтобы получать доход, вкладываться в какие-то новые перспективы. Да, обидно, да, досадно. Я понимаю, что это ваше было детище, вы со всей душой, со всей любовью. Но будет складываться такая необходимость для того, чтобы, знаете, как сохранить и спасти те ресурсы, которыми вы владеете на данном этапе. Финансовая сторона вопроса. Справедливость. Ну, во-первых, здесь могут быть налоговые проверки. Здесь могут быть какие-то нюансы, связанные с банками, с фондами, особенно если вы где-то кредитовались. То есть могут вас просить даже ранее завершить какие-то выплаты. Поэтому будьте готовы к этим нюансам. И здесь, если посмотреть в целом, да, ну вот что по финансовой стороне вопроса. Может проходить процедура взыскания долгов от коллекторов. Либо, повторюсь, сжатые сроки вас могут попросить погасить какие-то долги. Но это, скорее всего, как в частном порядке, если вы брали у частных лиц. Если вы брали в каких-то госструктурах, в банках, то здесь могут почему-то измениться условия кредитования. То есть у каждого здесь по-разному, но факт остается фактом. В целом, в глобальном таком плане и смысле, это вот сколько приложили усилий, столько заработали, что посеешь, что пожнешь. Вот об этом говорит этот аркан. Вопросы здоровья. Что у вас здесь по вопросам здоровья? Ну, на самом деле аркан неплохой, потому что он говорит о новом подходе, потому что у вас здесь ложится туз земли. Это, видите, новые паростки, новая жизнь, новый способ. У кого-то, в прямом смысле слова, это, если глядя на визуальный ряд и назначение аркана, новый подход к своему здоровью и к своей жизни. То есть это могут быть вопросы и детоксикации, и диета. У кого-то вообще может быть веганство и сыроедение. Здесь, в принципе, знаете, как заботы относиться к себе, вкладывать в себя максимальное количество ресурсов. Я сейчас говорю даже больше не о внешнем каком-то преображении, а больше о вопросах внутреннего исцеления. То есть вкладывать в себя ресурсы, чтобы вы получали результат, а именно укрепляли иммунитет, отлично себя чувствовали. Ну и, конечно же, это будет сказываться на вашем внешнем виде. Вы будете прекрасно выглядеть, знаете, как помолодевшими, освеженными. Потому что тут спинтакли. Вот, посмотрите, я обновленный, как новые ростки. Поэтому здесь действительно у вас все будет прекрасно. Ну и для кого-то, для тех, кто планирует, анализируем с этими арканами. Действительно, может быть ситуация звучать, где-то рождение. Но это, повторюсь, для тех, кто хотел, для тех, кто стремился к этим вопросам. Личная жизнь. Десятка чаш, десятка воды. Что здесь добавить? Это счастье, это радость, это пребывание в союзе. Мы, конечно, проанализируем ситуацию для тех, кто у нас свободен, и для тех, кто в треугольниках, и в стабильных связях. Но в каком бы вы состоянии на текущем этапе не находились, это и радость, и самодостаточность от того, что вы сейчас имеете. Это наслаждение каждой минутой жизни, и знаете, благодарность и вселенной, и самим себе за то, что вы этого достигли. Будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто у нас свободен по пятерке огня. Это могут быть вопросы конкуренции, то есть бороться. Бороться за место под солнцем, за партнера или партнершу, за построение союза, за то, чтобы, знаете, как обрести наконец-то пару. Если мы посмотрим с вами одну колоду, видите, у нас падает умеренность. Вы обретете баланс, то есть вы получите желаемое и будете довольны собой по ситуации, потому что ваша душенька, ваше сердце наконец-то здесь успокоится. Если смотреть эту ситуацию для тех, кто у нас любовных треугольниках, что могу сказать, по учителю земли, она же королева Пентаклий, здесь ситуация будет разворачиваться следующим образом. Итак, если вы у нас женаты, то есть или были замужем, то вы здесь останетесь в семье, сохраните семью, у вас даже, видите, император над ней колоды. И если же вы у нас в статусе любовника или любовницы, сейчас хочу посмотреть, то по аркану мир, здесь может идти завершение текущих отношений, но сейчас давайте все-таки, чтобы не быть голословными. Да, для чего? Для того, чтобы здесь, знаете, как не разбивать чужую семью, вот по этим картам будет именно такова ситуация. Да, это может быть, знаете, как своего рода, как жертвоприношение, но тем не менее, как и ваша совесть спокойная, и вы ощущаете себя комфортно, потому что вы понимаете, что вы достойны большего, и вы будете стремиться к созданию новых союзов. Если мы посмотрим ситуацию с позиции рекомендации, о чем здесь говорят карты, к чему они вас призывают, и что они вам рекомендуют. Как видите, у вас здесь на рекомендации ложится пятерка Пентаклий. То есть не жаляйте о том, что вот ситуация, да, когда вот цветок отцвел, напали бутоны, осыпались листья, потому что свой сезон он заново зацветет. Это период кризиса, потому что все возвращается на круги своя. Так же, как он упадет в почву, в грунт, станет перегноем, и потом будут новые семена, будут новые поростки, и заново будет роза благоухать и радовать вас своим ароматом. Поэтому здесь, как не впадать в кризис, не впадать в отчаяние, любые ситуации решаемые, как бы это сложно не было, не решаемы только вопросы смерти. Но и здесь нужно понимать, что если кто-то пережил горечь утраты, как бы это сейчас не прозвучало, но жизнь продолжается. То есть ваша задача выходить из кризиса и ощущать ветер перемен. Не зря здесь, видите, изображен колокольчик. То есть слышать, что перемены идут, что они подходят, и вы к ним должны быть готовы. Смотрим с вами на неожиданность периода, что у вас будет здесь. Так, змея, звезды и корабль. Ох, какая интересная у вас комбинация карт. Здесь по этим арканам идет следующая ситуация. Во-первых, кто-то может дистанционно обучаться вопросам эзотерики, потому что змея, звезды у нас все-таки это связка связана с эзотерикой, с вопросами оккультизма, магии. То есть вы можете как обучаться этому дистанционно, неважно какой нише, будет у нумерологии, астрологии, что угодно. Или же обращаться к кому-то из этих практиков с целью получения информации. Опять же, может быть там, не знаю, вы посмотрели какое-то видео, изучили какие-то книги, какую-то литературу или с кем-то проконсультировались, собрали все воедино. И исходя из этих рекомендаций, можете отправиться в путешествие, в поездку или планировать переезд, смену места жительства. Но как показывают арканы, для вас действительно будут во благо. Почему? Потому что, смотрите, у вас на колоде здесь солнце. Ну, в первую очередь, конечно же, путешествие, отдых. Но в целом, это радость от осуществленной идеи, целей, мечты и достижения максимального результата. Поэтому карты у вас более чем прекрасные. Пусть так и будет. Мы закроем вам это все соответствующими арканами. Поэтому вам процветание, гармонии, достижения успеха. Пусть в вашей жизни будут только положительные результаты. Негативные мы оставим в прошлом, как опыт, но не более того. От вас буду ждать обратной связи, энергообмена. Признательна вам всегда за ваши комментарии, лайки. Если видео было полезным, то делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал и вы будете всегда в курсе всех последних видео. Я вас благодарю за просмотр и до новых встреч.